Вот это первая команда «Металлург» с 72-го года. Часовский «Металлург Супер Клуб» до Часовских таких фотографий с гордыми руками СССР на шлиму. Самое, естественно, важное – это клуб чемпиона Европы. Чемпионат Европы никак не может состояться, а помещение классно имеем. Не бывает хода без добра. Сюда приходят, ребята ходят как практически к себе домой. Это ваш реабилитарный царь. Ребята здесь после тяжелых тренировок восстанавливаются в своей здоровье. Продолжается финальная часть чемпионата России по потолку 2021 года. Пусть он там смотрит эту программу и задумается, что он сделал. По сторонам было некрасиво. Мы оставались до конца на поле. Люди заплатили билет и клуб штрафоват нами. Уже известна судьба игрока и того же «Крошки». Не заводя мотоциклов, берут и укатывают с поля мотоциклы. Это нужно наказывать. Не было ничего из ряда уходящего, чтобы вот так поступить. Наш Валерий Георгиевич Великий. Сегодня окунемся в историю легендарной команды «Металлург». Кстати говоря, львиная доля игроков сборной России по мотоболу – это именно спортсмены «Металлурга». 50 лет команде и все это время вместе с ней Валерий Георгиевич Нефантьев. Когда-то тренер, игрок, сейчас президент мотобольной команды. И мы сегодня в офисе. Кстати, недавно отремонтирован, где теперь очень комфортно ребятам. Валерий Георгиевич, здравствуйте. Ты прямо, здравствуй, Юля. Ты меня прямо опередила, про ремонт уже все распространяешься, и говорить мне больше нечего. Но тем не менее, тем не менее, после того, как в 98-м году разрушили, приступили к рекострукции стадиона «Металлург», где у нас там была все, и раздевалка, и революционный центр, все. Вот нам повезло, и нам администрация в то время района выделила вот это помещение. Чемпионат Европы выделили деньги уже администрация городского округа. И сделали очень хороший и классный ремонт. Чемпионат Европы никак не может состояться, а помещение классно имеем. Не бывает хода без обратных. 50 лет назад, это получается, какой был год? Это было очень много. 1972. 1972 год. Это очень интересно посчитать. Почему решили в Видном создавать мотобольную команду? В городе Видное до 1975 года был центральный автоматоклуб СССР. Я поступил в государство, в центральный орден на линии исторических культуры, который в Москве находился. А общежитие, те студенты, которые занимались техническими спортом, у нас общежитие было вот именно в центральном автоматоклубе. И мы учились в Москве, а здесь ездили. И вся спортивная база, мотоциклы, тренировки проходили в городе Видное. Чтобы долго не укрепляться в историю, на словах, вот это первая команда «Металлург» с 1972 года. «Металлург» попал первый раз в официальный календарь чемпионата России, чемпионата России. Это вот, кстати, моя лишняя фаль. Сейчас не узнаю. Это вот команда уже 1974 года, когда мы выиграли первую СССР среди команд первой лиги в 1974 году и вошли в высшую лигу. А когда мы в этом году, в прошлом году стали, в 34-й раз выиграли звание чемпиона СССР и России, в 34-й раз. То есть или ставило 9, мы 34. Поэтому рекорд превзойден, ну, почти более чем в 3 раза. У нас такая своя атмосфера, у ребят. У нас даже есть отдельная рубрика, развивалка. Ну, удобно стало, да, конечно? Это вот все это способствует, я думаю, результатам. Да, конечно, конечно. Ну, сюда приходят, ребята все ходят, как практически к себе домой. Ничего, что я... Нет, нет, нет. Как у себя дома? Ничего, ничего, ничего. Открывается дверь. Ну, сейчас она, естественно, не работает. Это ваш рейдинг? Да, ребята здесь после тяжелых тренировок восстанавливают свое здоровье. Ну, я думаю, что не у всех команд в России есть такие условия. Далеко не у всех, конечно. Ну, это просто шикарно. Просто шикарно. Особенно после последнего ремонта. Это вообще супер. Здесь на кухню можно зайти. Ну, это комната. Тут полноценное просто место хозяйки. Да, комната. Здесь можно скистить чай и поджарить картошку. Картушку, да? Картушку, да? Картушку любят картошку? Конечно, почему бы нет. Поэтому все условия для того, чтобы нормально. Жить, существовать и работать. У нас уборщицы нет, мы уборку делаем сами. Там висит график дежурств. Каждый день кто-то дежурит, и мы убираемся за сами. Поэтому, естественно, я еще преследую ту цель, что когда сами все-таки убираются, они более ответственно будут относиться к порядку в своем помещении. Валерий Ильич, ну, легендарный игрок «Металлурга» Сергей Часовских. Очень много памяти о нем, разговоров. О нем можно говорить очень много и очень долго. Но Сергей, это действительно, вот за мою более чем 50-летнюю, почти 60 лет в этом виде спорта, европейского масштаба. Я игрока выше уровня Сергея не видел. А какая такая отличительная особенность его игры? Ну, ему не мешай, он монет любую команду. Один, только не мешайте. Центр поля проходить с пасом, поэтому он «Центр поля» переведи, а там Сергей был разогласен со всеми один. Потому что суперпоготрованный был человек во всех отношениях. В то время, когда Сергей появился, играл Часовский «Металлург» суперклуб, без Часовских таких было. Эта фотография с гордыми гуками СССР на шлину. На шлине тогда разрешалось только, кто входил в сборную команду Советского Союза, разрешалось играть в шлеме с надписью… За свои команды. За свои команды, но с надписью «СССР». Так, где-то статистику подводил, где-то 160-165 кубков за 50 лет у команды существует. Но самое естественное важное – это кубок чемпиона Европы. Ну, Юр, да-да, до конца в Металлург. На твое спиной находится вот этот стенд. Вот здесь, на этом стенде все игроки команды, которые от мастера спорта и до заслуживших мастера спорта. Самые почетные спортсмены, которые прошли в Металлургии с нуля и до этих высот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжается финальная часть чемпионата России по мотоболу 2021 года. А кто такой крошка? Кто? Хлебная или Сергей крошка? Сергея крошки. Знаю такого. Мотоболист, мотоболом парень занимается. Выпатовый играет, да? Пусть он там смотрит эту программу, задумается, что он сделал и как он сделал. Ну и все. Это он сам себя студией будет. Никто не будет там подходить, не может объяснять. Мой взрослый мужик должен сам понимать, что некоторые моменты просто не по-мужски. По стороне было некрасиво. Мы оставались до конца на поле, хотя по времени должны мы, там, две минуты, три минуты, по правилам, и мы должны сидеть. Это был звонок высших руководителей, которые финансируют команду, и они запретили выходить. Там больше по незнанию людей, которые руководят, которые, ну, не далекие от спорта, но далекие от нашего регламента, от наших законов, от обольных, от наших правил игры. Не по понятию. Да. Так, это майки, кто поедет за майками? Езжай. Что, съезжаешь? Я могу съезжать. Давай, бегом. Нам не удалось дождаться, ну, и руководство решили, чтобы мы для наших зрителей два периода сыграли, как, чтобы им не обидно, что они в холодную погоду пришли и не увидя этого ничего. Мы же с собой сейчас зарубляем. Вы, по-другому, расходите. В конце концов, сейчас, в целом, попили за нас, вы играете, сыграете для вас угроза, товарища Суеверова. Б**й, б**й, это вообще впервые. Андрей, а уже известна судьба игрока и того же Крошки в сборной России после инцидента в Видном, в рамках чемпионата России? Ну, мне точно еще неизвестно. Я желал бы, чтобы он играл. Я действительно талантливый, один из лучших игроков нашего чемпионата и Европы. Все в жизни бывает, мало ли. Я вообще такого не помню. Конечно. Тяжелая победа. А уже точно с ними переигрывать не будем? Кем? С упадом. Какая переигрывка? 10 минут выдержали на поле, простояли и не уехали. По закону там 2 минуты, как суди сказали. 2 минуты команда не выезжает, все. Люди оплатили билеты, их клуб штрафовать надо, наверное. Женская футболка там была. В принципе, и радостно, что первое место и не играли. Сегодня у нас в студии президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев и игрок команды Иван Крештопа. И мы поговорим об итогах чемпионата России. За мою 60-летнюю карьеру в этом виде спорта, вот такого случая не было ни разу. Команда «Колос», не заводя мотоциклов, берут и укатывают с поля мотоциклы. Ну, у Георгиевича больше опыт. И вот по отношению к крошке, тут тоже надо прислушиваться Георгиевичу. Это нужно наказывать. А не то, что мне нравятся там вот игроки сильные, вот я там люблю их всех, вот они там делают результат. Ко мне хорошо относятся, но должна быть дисциплина, которая приводит нас к победе чемпионата Европы. Им не понравилось назначение судейской коллегии на этот матч. Не было ничего из ряда выходящего, чтобы вот так поступить. Были драки, были удаления всякие, но чтобы вот так плюнуть в лицо зрителям, взять и уйти. Наш Валерий Георгиевич Великий, его надо вот слушать. И бывает там по молодости, он там, да, нет, Георгиевич, он, ты-ча-а-а. Нет, потом подумаешь, подумаешь, ахолонти чуть-чуть, послушай старого волка, он там много видит. Как вам эфир сегодняшний? Ну, я думаю, достойно, достойно, достойно. Да, в общем-то, очень интересно, даже для нас интересно. Почаще вы приглашали нас. Это творческий процесс, поэтому чем чаще мы будем говорить, тем больше будет интереса. Ведь сейчас, кстати, привлекается в основном-то популярность, создают известность, создают вот действительно телевидение. Завершился сезон, уже общались, уже собирались? Что-то, что-то, что-то. В зал пошел, побежал. Алексей, он без этого быть не может, а то его кушать не давай. Я там могу, может, проваляться день-два дома, но после этого я себя чувствую каким-то уже немощным человеком, и мне нужно обязательно идти. Вместо завтрака он обеда и ужин, он может перейти в завтрак. Ну, такой человек. Восемь утра, я уже на стадионе в зале, и себе еще сделаю тренировочную зону у себя на балконе. В квартире разгрел балкон, все лишнее выкинул. Все, у меня там повесил турник, брусья, гири, гантели, жилет, утеплитель. А мы, наверное, в рамках нашей программы сделаем рубрику «Зошит Алексея Семенова» и будем советы питания, тренировок и прочего там публиковать для любителей здорового образа жизни. Если там закопаться, то можно уже не выкопаться немножко. А мы в гостях у 4 крештопа. Они нас позвали в гости. У меня была работа, говорит, все, бросай свою работу, рассчитывайся с ней и давай переезжай ко мне сюда. По блату. Не, ну, он тогда просто играл, и отец мне решил отдать туда попробовать, как понравится, не понравится. Так, молчи, в тот раз нашутили очень много. Так говорите, как будто я как будто зверь там, я не знаю, я же вроде все делаю в пределах правил. Не надо сильно бить, сейчас катаем, 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 ну точно, понятно, да? Ну, я думаю, что с колосом посоревнуемся. Аллея славы моциклетных звезд России. Мне приятно, что нас приглашают на такие мероприятия. Зрители за них болеют, их узнают, их уважают, можно сказать, даже некоторых, может быть, даже и любят. Субтитры сделал DimaTorzok